Всем привет, с вами снова Добрый Макс и мы продолжаем проходить замечательную игру Steel Life. Ну что ж, напоминаю, что в прошлой серии не очень динамичный, конечно, тем не менее мы исследовали дом и Вики укусила змея. Противоядие ей самостоятельно найти не удалось, пришлось привлечь к помощи Гарриса, который нашел Вики уже практически бездыханный. Ну да ладно, я предлагаю сейчас все-таки взять вот эту вот деревянную полоску и посмотреть, что же скрывается за потайным ходом, и продолжить разгадывать загадку двери с электронным замком. Очень жаль, что Эрнандес не упомянула эту шпалу. Так, и давайте попробуем сейчас поговорить по поводу ошейника с Гаррисом. Я нашел кое-какие следы, но ничего особо важного. А ты неплохо подкован в электронике, да? Думаю, ты сможешь мне помочь. Я нашла закрытый сейф Metalir, модель ЛК. Можешь что-нибудь посоветовать? Metalir. Я хорошо знаком с этим производителем. Модель ЛК достаточно прочная, но электронный замок на ней элементарный. При составлении кода используется ограниченный набор символов. В моей базе данных есть файл по этой модели. Он может пригодиться. Угу. Вот это здорово. Спасибо, Гаррис. Это поможет мне найти нужную комбинацию. Я нашла что-то вроде электронного ошейника. Эрнандес упоминал о нем в записи на диктофоне. Интересно. Дайте-ка посмотреть. Ошейник может принимать сигнал, вызывающий электрический разряд. Напряжение варьируется. При высоком значении возможен даже летальный исход. Замок довольно прочный. Тот, кто собирал эту систему, настоящий профи. Классная работа. Боже, правый, ты совсем как ребенок с новой игрушкой. Оставь пока ошейник у себя. Позже мы пошлем его на экспертизу. И не закапай вещдоки слюной. Отлично. Я поговорил с одним из копов, прочесывающих лес. Он выложил мне кое-какие интересные факты о Хэллоуэй. Шериф висит на волоске. Не за горами выборы. А она совсем не уверена, что ей удастся сохранить свой пост. Потому-то она и не рада появлению ФБР в своей юрисдикции. Боится, что мы отнимем у нее всю славу. Превосходно. У нас есть заброшенный дом в лесной чаще, расположенный на территории вероломного шерифа. Черт, я уже скучаю по Чикаго. Там все гораздо проще, насколько я понимаю. Именно это имеет в виду Вики. Ну что ж, давайте почитаем документ. Документация для модели Металлир. Сейф модели ЛК. Прочный и простой в обращении сейф модели ЛК. Полностью удовлетворит ваши запросы. Он обеспечит неприкосновенность ваших документов и защитит ваши ценности от похитителей. Металлические стенки и дверцы. Огнеупорность. Электромагнитный замок. Тройной горизонтальный засов. Система электронных комбинаций. 16-ти значный цифровой код. Ничего себе. А, ну понятно. Программирование кода от 3 до 5 знаков. Фабричный код по умолчанию 00А00. То есть по умолчанию вот такой код. Ну что ж, давайте посмотрим, что там у нас может быть на сейфе. Вот эти отпечатки, оставленные, каким-то образом нам помогут. И надо в конце концов подняться наверх, потому что на втором этаже этого здания мы еще с вами не были. Вообще убийца очень неплохо все здесь знает. Ну, это разумеется. Но еще больше меня удивляет другой факт, что он свободно перемещается с похищенной девушкой на автомобиле. И при этом его никто еще не успел обнаружить. Небольшой сейф Металлир с цифровым замком. Модель ЛК. Ну, я так полагаю, что раз пятизначный код, значит, возможно, 14А69. Закрыто. Мда. Ну, я так можно до бесконечности подбирать на самом деле код. Открыто. Так, ну да ладно. Давайте все-таки попробуем подняться на второй этаж. Так, а здесь на полках мы все рассмотрели. Книга о ядерной войне. Написана в пятидесятых годах. Книга, написанная каким-то Стивеном Бахманом. Роман ужасов. Книга об американских художниках. Хм, кто-то пытается пробудить дурные воспоминания? Да, интересно. Книга о художниках. Так, ну да ладно. Давайте поднимемся на второй этаж. Откуда же взять вот эту полоску? И что может быть здесь, не совсем понятно. В отличие от поломы, Вики как-то не очень, скажем так, активно пользуются тяжелыми предметами. Вроде кувалды или огнетушителя. Я хотела проверить одну вещь в комнате. Так, ничего особенного. Вы нашли в доме что-нибудь необычное? Только улики, касающиеся местного расследования. Ничего такого, что могло бы заинтересовать ФБР. Серьезно? И чем же вы тут занимаетесь? Мы ищем местного охотника по фамилии Андерсон. Он не имеет никакого отношения к вашему убийце. Хм, интересно. Вы брали в доме какие-нибудь образцы, шериф? Если это так, то не будете ли вы столь любезно сообщить мне об этом? Ну так, поводила носом. Я же коп, это все-таки моя работа. Ничего относящегося к вашему делу я не находила. Вам виднее, шериф. Только не забывайте, что мы с вами по одну сторону баррикад. Вряд ли она об этом вспомнит. Женские вещи. Вполне возможно, они принадлежали жертвам. Так, ну это логично. Я так полагаю, что нужно опять использовать ламп. Видимо, нет. Так, прядь волос. Интересно, где? Так, данных недостаточно. Человеческий волос, принадлежащий женщине. Сюзан Гиарелли. Волос одной из жертв убийцы. Так, хорошо. Да это же, по сути, место преступления. Я уже видела эту комнату в фильмах, которые присылал убийца. Это место создано для кошмаров. Причем здесь какой-то охотник Андерсон. Похоже на короткое замыкание. Может, это устроила Эрнандес? Ну да. Похоже на короткое замыкание. Да, совершенно верно. Наручники. Розового меха на них нет, так что они явно не для забав. Края матраца порваны, и из него вытащены клочья набивки. Окровавленные бинты. Требуется провести анализ. Ну, это логично, да. На этом разбитом зеркале что-то есть. Не самая удачная мысль. Так, ну здесь тоже, видимо, отпечатки, да? Да, совершенно верно. Ну, здесь, скорее всего, отпечатки поломы. Да, совершенно верно. Старые фотографии. Вероятно, оставлены предыдущими жильцами дома. Так, хорошо. Точнее, ничего хорошего, друзья. Топчемся на месте. Улик много, но зацепиться не за что. Вероятно, чтобы сбежать, Эрнандес пришлось пройти здесь. Свалиться отсюда, расплюнуть. Так-то ну так. В топке лежит кусок бумаги. Листовка, о которой Эрнандес рассказала мне по телефону. В своих видеозаписях убийца называл это место комнатой, обрученной со смертью. Это объясняет наличие платья. Так, ну что ж, есть еще несколько комнат, которые мы должны осмотреть. Я пока понятия не имею, что же мы должны с вами сделать, друзья. Ни малейшего понятия. И еще один электронный замок. Больше похоже на пыточную, а не на ванную. Совершенно верно. А вот и тот самый, по-моему, стул, да? Электрический, если я не ошибаюсь. Опять змея? А вот и противоядие. Хм, странно. Причем здесь прохладное место. Рецепт лекарства. Скорее, даже подробная инструкция по приготовлению. Я, конечно, не медик, но это явно не сироп от кашля. На рецепте стоит печать фармацевта Дэн Уилкинсон. Аптека находится в Холлтоне, административном центре округа. Наверняка шерифу известно больше. То есть сейчас можно ее об этом расспросить, насколько я понимаю? Пустые флаконы из-под лекарств. Судя по этикетке, это не просто аспирин. Формула куда более сложная. И нашелся же человек, фармацевт, который по заказу выполнил. Точнее, по рецепту сделал заказ. Террариум. Видимо, в нем и держали змею, которая меня укусила. Но почему противоязь хранится в прохладном месте? Не совсем понимаю. Ну, это тоже кровь полома. Да, совершенно верно. Да. А, это снова террариум. Да. По всей видимости, здесь больше делать нечего. А в соседней двери, точнее, в соседнюю дверь можно попасть только если у нас есть электронная ключ-карта. Следы копоти. Похоже, начинается пожар. Черт, только этого мне не хватало. У меня ком подступает к горлу при одной мысли о том, что нужно туда пойти. Так, Макферсон, дыши глубже. Никак не открыть. Замок наполовину снят. Я ничего не смыслю в электронике. Ну, скорее всего, Гаррис может каким-то образом помочь это сделать. Давайте-ка попробуем сначала вот в эту дверь попасть. Закрыто. Правда, дверь на вид не особо прочная. Намек понят. Нет, Гарриса реально нужно позвать на помощь. Хм. Ну, вот это интересно. А это что еще за штуковина? Что-то прилипло к спутниковой антенне. Фу, старая жвачка. Мне понадобится инструмент из лабораторного набора. Так. Следы слюны. Установление ДНК невозможно. Ну да, раз невозможно, значит, соответственно. На этом придется закончить анализ. Этим устройством можно управлять дистанционно. На нем установлена коробка с ресивером и даже есть USB-порт. Так, ну что же, здесь тоже, скорее всего, есть отпечатки. Хотя нет. Этим устройством можно управлять дистанционно. На нем установлена коробка с ресивером и... Да, и даже есть USB-порт. Нет. Без шансов. А, компьютерный ключ. Почему я сразу об этом не подумал? Раз есть намек на USB-порт. Обнаружено заглушающее программное обеспечение типа DSX. Так, нужно как можно быстрее, насколько я понимаю, бежать к Гаррису. Мне не хватает инструментов для более тщательного анализа. Но вот у Клэр... Так, отлично. Это Клэр Эшби. В настоящий момент я не могу ответить на звонок. Пожалуйста, перезвоните позже. Клэр, ты что, отфильтровываешь мои звонки? Ладно, я зла не держу. В доказательство посылаю тебе подарочек. Старая жевательная резинка. Я провела полевой тест на обнаружение следов слюны, но результатов он не принес. Надеюсь, тебе повезет больше. Перезвони. Так, круто. Но в любом случае надо бежать к Гаррису. Раз начинается пожар, значит дела плохи. Почему это место было названо прохладным? Честно говоря, даже в ум не возьму. И какую же доску нужно вставить в отверстие для того, чтобы открыть потайной ход. Так, с шерифом мы поговорим позднее. Все-таки пожар это более важно. Как бы не получилось так, что он сейчас уничтожит все улики. Я нашел кое-какие следы, но ничего особо важного. А ты неплохо подкован в электронике, да? Думаю, ты сможешь мне помочь. На крыше установлено глушище устройство с антенной и коробкой дистанционного управления. Система ADSX. Тебе о ней что-нибудь известно? Да, это глушилка. Ее используют наркокартели. Очень хитроумное устройство современной разработки. Система ADSX, оснащенная спутниковой тарелкой, способна предотвращать обнаружение средствами GPS, а также шифровать и блокировать телефонные переговоры. Понятно. А большую зону покрывает это устройство? Несколько сот метров. Более чем достаточно для отдельно стоящего дома и прилегающей к нему территории. Неудивительно, что Эрнандес не могла вновь выйти с нами на связь. Но изначально-то она все-таки выходила. Я нашла наверху наполовину сорванный электронный замок. Пойдем, посмотришь? Так, ну, с этого и нужно было начинать на самом-то деле. Думаю, я смогу ее открыть, но это займет некоторое время. Так, ну и как, успешно? Никак не открыть. Я обязательно туда проникну. Просто мне нужно еще немного времени. Все понятно. Ну что ж, используем это время для того, чтобы поговорить с шерифом Холлоуэй. Очень много непонятного, друзья. Очень много. Шериф, я хотела обсудить с вами некоторые моменты. Я нашла рецепт с адресом аптеки Дэна Уилкинсона. Это в Хоултоне. Вы знакомы с владельцем? Разумеется. В Хоултоне не так много аптек. Это небольшой городок. Вы не могли бы связаться с Уилкинсоном и спросить его, не помнит ли он своего клиента? Время поджимает. Желание ФБР для меня закон. Покажите мне рецепт, я позвоню Дэну. Дэн, привет, это шериф Холлоуэй. Мне нужна кое-какая информация по вашему рецепту. Ладно, хорошо. Спасибо за помощь. Передавайте привет Марте. Дэн помнит мужчину лет сорока. Темные волосы. Похоже, тот куда-то спешил и вел себя очень нервно. Довольно расплывчато, но все лучше, чем ничего. Спасибо за информацию. Надо бы позвонить Клэр и передать ей описание убийце. Ну, если только с этим описанием можно хоть что-то сделать. Так, ну что ж, давайте попробуем. Так, обновление отпечаток мотоциклетной шины. Сначала позвоним Клэр. Что, Вик, решила пошептаться со своей старой подругой Клэр? Полагаю, у меня появилось кое-что новенькое. Это поможет установить личность убийцы. Холтонский аптекарь смутно припоминает клиента, который запросто может оказаться нашим парнем. Примерно 40 лет, волосы черные. Не бог весть что, но это позволит мне исключить некоторых подозреваемых. Введу эти приметы в свою базу данных. Местный шериф постоянно втыкает мне палки в колеса. Мне кажется, что она хочет сорвать расследование. Фамилия шерифа часом не Хэллоуэй? Она самая. Слышала о ней? Буквально час назад. Мне позвонил один друг из портлендской лаборатории. Шериф Хэллоуэй потребовала проведения анализа высшей степени срочности. Шериф заявила, что она работает над делом об исчезновении Паломы Эрнандес. Мой друг позвонил мне, потому что знал, что я работаю над делом Палача с восточного побережья с первого дня. Думаю, нужно перекинуться парой слов с шерифом. Спасибо за наводку. Все-таки она укрыла какую-то улику. Я ищу информацию по одному делу. Некий Андерсон. Мужчина, предположительно пропавший в Мэне. Сейчас посмотрю в базе данных. Ага, кое-что есть. Гарри Андерсон, 39 лет, фермер. Жена сообщила о его исчезновении полгода назад. Дело было закрыто портлендским отделением. Все предполагали, что исчезновение было добровольным. Следователи решили, что у Андерсона была интрижка на стороне. Вероятно, он сбежал, чтобы начать новую жизнь со своей любовницей. Ладно, Клэр, спасибо за сведения. Круто. Так может быть, этот Андерсон и есть как раз убийца. Удачи. Шериф, я хотела обсудить с вами некоторые моменты. Послушайте, шериф, давайте на чистоту. У меня есть доказательства того, что вы отправили образцы на анализ без моего ведома. Здесь расследование проводит ФБР. Если вы забыли об этом или того хуже решили проигнорировать, я от вас мокрого места не оставлю. Спокойно, агент Макферсон. Похоже, я наступила вам на больную мозоль. Слушайте, нет времени выяснять, кто из нас большая стерва. А если бы и было, поверьте, вам все равно бы ничего не светило. Так что, если не хотите, чтобы вас обвинили в препятствовании и расследованию, советую рассказать, что вы нашли. Хорошо, хорошо. Я нашла два образца, которые я отправила в лабораторию. Вот, возьмите. А еще в гостиной я нашла это. Похоже на какой-то электронный ключ. Очень хорошо. Надеюсь, мне больше не придется выходить из себя, шериф. Давайте на этом и остановимся, агент Макферсон. Отлично. Электронный ключ это то самое, что нам как раз нужно. Так, и какой-то образец был найден. Вещество, найденное Хэллоуэй. Следы крови с примесью некоего вещества. Анализ не проведен. Антисептическое средство йод. Человеческая кровь в группе 1 резус положительная. Но это полома. Да, совершенно верно. Так, ну и что же. Остается только проникнуть внутрь. Той самой тайной комнаты, в которую мы не могли попасть изначально. Я так думаю, что сейчас событие будет развиваться более стремительно. Во всяком случае, очень хочется на это надеяться. Так, а где я... Да, вот здесь. Отлично. Так, и между прочим, электронный ключ все еще у нас. Значит, он скорее всего нам еще пригодится. Так, ну что же. Мы оказались там, где захотели. И, собственно, я предлагаю уже столько в следующей серии попытаться разузнать, что же скрывалось за этой дверью. Тем более, я так думаю, что здесь нас ждет очень много всего интересного. Ну что ж, друзья. Наконец-то события сдвигаются с мертвой точки. Я этому очень рад. Я надеюсь, что вы тоже. Напоминаю, что с вами был Добрый Макс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.